Всем по приветику! Ребят, сегодня пришла погулять, выходной день у меня сегодня, пришла погулять на наш пляж городской, на озеро Харку. У нас вообще в городе 5 официальных пляжей. Штромка, так называемый, Штроммеранд, Пирита, Пикокари, так, что-то я забыла, а, Кокумя, и вот озеро Харку тоже считается пляжем, хотя не море, а тут озеро, все равно пляж, речной песочек, вы видите, находится совсем рядом с моим домом, но вот как-то летом, знаете, не особо я люблю здесь загорать, я все-таки предпочитаю море, во-первых, потому что море есть море, а во-вторых, там у нас белый песочек, а белый песок, он, знаете, сам по себе создает впечатление такого, ну, чистоты, да, беленькое, чистое, а речной песок, он, может, хоть и чистый, но все равно он такой крупнозернистый и кажется, что жесткий такой, загорать на нем не очень комфортно, но это мое личное мнение. В общем, ну и у моря другое дело, во-первых, я плавать не умею, если я в море там могу пройти километр и только пятки помочить, там присесть, поплескаться, то в озере уже так не поплескаешься тут и глубоко, ну и, наверное, в озере все-таки вода не такая уж чистая, приятная. Одним словом, море есть море, что там еще обсуждать? Ребят, сегодня между делом хотела передать вам привет, Привет! Ой, хотела вам передать, передаю вам привет всем. Я хочу передать привет Веронике с канала Вероника, или Вероника Слайф, не знаю, я бы сказала Вероника Слайф. Она молодая женщина, которая живет в Латвии. Очень она мне нравится своим позитивом, своей потрясающей волей, силой воли. Человек, который смог похудеть за год на 30 килограмм. Представляете? Все. Вот у человека сильное есть желание, есть мотивация к этому. И она вот исполнила свою мечту, добилась и стала такой, как она была много лет назад, до рождения ребенка. Вот. В общем, Вероника, я тобой восхищена просто. Вот мне бы такую силу воли, как у тебя. Посмотрите. Во-первых, она показывает интересные путешествия очень. А во-вторых, рассказывает про то, как она, собственно, добилась таких результатов. Она открыла марафон, по-моему, с 1 марта. Дни бегут так быстро, Вероника. Я каждый день собираюсь присоединиться к тебе, Коленьке, с канала Пани Хельга. Вот девчонки молодцы. А я лодырь. Но об этом чуть позже. О том, какой я лодырь, чуть позже. А вот. Что еще хочу вам сказать? Да, собиралась приседать. Думаю, ну ладно, завтра. Завтра, завтра, послезавтра, иду еще завтра. Ну вот ладно, сегодня уже не буду. Завтра точно. И, короче, уже сегодня какое? 20. В общем, конец. Не знаю, когда это видео загружу. Но сегодня 23 марта. Уже 23 дня прошли впустую. Можно было начать приседать, все делать. Но лень села ко мне вот сюда на плечи и поехала. А я согнулась под ней и сдалась. Ничего, девчонки, ничего, я вас догоню. Оля, Вероника, догоню, обещаю. Начать никогда не поздно. Главное начать. Так. А, у Вероники еще такой юмор обалденный, потрясающий. Мне очень нравится. И какие она делает вставки юморные в свои видео. Просто прелесть. Посмотрите, обожаю людей с юмором вообще. И она мне передала, Вероника, передала такую эстафету небольшую. Собственно, небольшая она для меня, потому что мне на эту тему сказать вообще нечего. Сказать нечего, потому что там такие вопросы. Собственно, два вопроса. Какие у вас есть вредные привычки, какие полезные. Вероник, вот думала честно, думала, напрягала мозги. Думаю, какие же у меня есть полезные привычки. Оказалось, что у меня их попросту нет никаких. У меня одни вредные привычки. Поэтому делать эстафету отдельно про свои вредные привычки, ну, нет смысла. Потому что все равно, о, утки полетели. Короткое будет видео. Скажу, самые мои вредные привычки, самая большая и главная, это моя лень. Лень. И этим все сказано. Все. Вероник, мне нечего сказать. Кто хочет рассказать о своих вредных привычках, пожалуйста, присоединяйтесь. Расскажите про вредные, про полезные свои привычки. Ну, не знаю, что у меня из полезных привычек. Ну, не курю, не пью. Наверное, это полезная для меня привычка. И для окружающих. Ну, вот теперь покажу вам, как выглядит пляж. Мне кажется, лед уже такой тонкий. Был бы плотный. Наверняка бы тут уже сидели рыбаки. Сегодня ветра нет. Ну, такого сильного ветра нет. Вот там в зарослях камышей. Я как-то года два назад снимала птицы. Там такие необычные черные с белыми головами. Вверх белые, сами черные. Я посмотрела в интернете. Забыла, конечно, как они называются. Вот там вот поселок Харко. Там сейчас такой современный район отстроили. Дальше туда. А летом здесь, конечно, полно отдыхающих, загорающих, купающихся. Купаются по большей части дети в озере. Однажды здесь даже видели змей. Одни люди умные принесли сюда змею свою из дома. Представляете? И она выползла у них. Ползала здесь, пугала народ. Отдыхающий. Вообще у людей, конечно, мозгов нет. Здесь есть качели. Есть скамеечки. Шезлонги. Кабинки для переодевания. Летом здесь кафе работают. Вот это пляжная охрана. Ну, спасатели там летом находятся. Вот так вот, друзья. А, смотрела еще одно видео. Вот что-то хочу вам рассказать. Запишу. Запишу. И что бы вы думали? Да? Вы правы? Я забываю, куда я записала. Склероз. Поэтому у меня в сумке целая куча разных бумаг. Бумажек. Бумажонок. Потом они куда-то теряются у меня. Запишу, запишу. Забуду, потеряю. Но вот кое-что я запомнила. Смотрела одно видео про разные вещи винтажные, посуда. И там, не помню название канала, честно, не помню. Это какой-то такой новый канал для меня. И там женщина показывала хлебницу. Может быть, помните, такая, знаете, были такие плетеные в советское время. Пластмассовые. Ну, а вид у них такой, знаете, как плетеные, цветные. Там они были и бежевые, были синие, разные. И вот она говорит, интересно, почему сейчас никто хлебницы не использует. Но я могу предположить, почему никто хлебницы не использует сейчас. Потому что люди стали меньше хлеба вообще употреблять. Все стараются следить за своим питанием, мучное ограничивать. А раньше, во-первых, хлеб был лучше намного. Вот обратите внимание, от пищи, от которой мы сейчас толстеем, пухнем, раньше от той же еды люди не толстели. Потому что сейчас куча всяких добавок непотребных. Да еще плюс те, которые содержат натрия много, они вызывают привыкание и повышают аппетит. Поэтому стараются. Зачем там, если за обедом съел кусочек, два хлеба, зачем для этого хлебницы нужно? Положил на бутербродную тарелочку и порядок. А раньше, да, на старе хлебница, много хлеба в ней. Но сейчас просто, видимо, надобность отпала в этом. Вон там какие-то птицы. Меня отсюда не видно. Ладно, я сейчас попробую, это у меня с телефона, я сейчас попробую снять. Этот телефон у меня очень плохой, здесь зум. Я сейчас попробую с камеры приблизить, посмотрим, что за птички там сидят на льду. Нет, не получилось. Очень далеко даже для камеры. Утки, наверное. Иногда тут лебеди, когда льда не было, осенью тут были лебеди. Сейчас они, наверное, на море куда-то переместились. Начало весны такое всегда снежное. Хорошо хоть начал медленно снег сходить. Тут пару дней назад так мело. У нас в декабре вообще снега не было, а такая была просто февральская какая-то погода. Мело так, что улицы не было видно. Вот ворона прилетела в гости. Там за камышами точно какая-то жизнь есть. Точно какие-то птицы там прячутся в камышах. Сейчас уже, конечно, на лёд выходить очень опасно. Кстати, об этом везде писали в газетах, что уже запрещена зимняя рыбалка подлёдная такая. Выходить на лёд опасно. За это штрафуют. Но вообще люди сами должны понимать. Это не шутки. А вон там вдалеке, видите, площадка детская, горки. И вон там мужчина занимается спортом. Там какие-то тренажёры тоже установлены. У нас тренажёры, Вероника, установлены. Представляешь? Ну, сколько от моего дома? Ну, метров сто, наверное. Занимайся бесплатно на улице, пожалуйста. Нет. Мне даже это лень сделать. Ой, надо бороться с ленью, ребята. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!